Есть летом в Америке, там есть организация, которая называется «Еврейский голос за мир». Есть там летние лагеря, детские как. Эта организация организовывает лагерь, который участников учит правильно бойкотировать Израиль, наиболее эффективно бойкотировать Израиль. Мы параллельно этому летнему лагерю проводим свой летний лагерь в США, а за неделю до этого в Мексике. Как такие действия с нашей стороны могут действительно как-то изменить, искоренить такие тенденции, которые мы видим в среде американского еврейства? Нам надо продолжать наши действия. Будет у нас действительно два конгресса, которые, в общем, как один конгресс. Один уикенд в ГВД Лахаре, другой в Нью-Джерси. Мы постараемся объединиться и присоединить нам как можно больше людей и физически, и через виртуальную сеть. Нам нужно понимать, что это то, что ты сейчас нам рассказываешь, это тяжелая работа, которую производят вот эти организации на протяжении многих лет. И всюду, где я нахожусь, там я это слышу. Я понимаю, насколько они ненавидят Израиль. Действительно ненавидят. Это мешает им жить. Это мешает им быть, как все американцы, из-за того, что они евреи, слышать, что они евреи. Это работа, это факт, факт. Нет у нас никакой возможности работать против них, никоим образом. Потому что это не поможет. Идти, спорить, убеждать. Это нет, нет, ну ты не можешь, ты не можешь ничего здесь поделать. Потому что они, в соответствии с тем, что они, в общем-то, выкладывают свои расчеты, они правы. И то, что они говорят, это очень убедительно. Очень убедительно. Потому что вся история, все отношения, весь мир к нам и так далее. Они хотят стереть, вычеркнуть корень. Нет евреев, нет иудаизма. Что, есть американский народ, а мы, американцы, и все на этом. Настолько, что невозможно даже знать, кто мы такие, что мы такое. Это то, что мы хотим. И кроме того, в первую очередь, если нет Израиля, то уже, уже нет причины ненавидеть нас. Ну, так они думают. Мы должны только продолжать нашу линию и видеть, что тот, кто присоединяется к нам, что наша связь в соответствии со светом, возвращающим к источнику. Высший свет сделает свое, то, что говорится, творец закончит за меня. То есть мы на той территории, в той самой плоскости, мы не можем с ними воевать. Это не духовное. Нет в этом никакой необходимости. Да, да. Не в той же плоскости, но в наших духовных усилиях, в наших стремлениях, стараниях, направленных на единство. Насколько они действительно вызывают изменения действительности в лучшую сторону, специфически в Америке, например? Ну, конечно же, изменяют реальность, действительность. То, что мы объединяемся, мы меняем реальность. И не смотри на них, что они должны поменяться. Может быть, что они не поменяются, и их исправление будет после всех исправлений, когда придут уже и народы мира, и к нам присоединятся все. И после них присоединятся вот эти вот религиозные, а потом уже вот эти светские евреи. Это то, что называется большой сброд. Это то, кто пытались остановить Израиль на выходе из Египта. И потом еще мешали все время на их пути, вот в 40-40 лет в пустыне. Это вот этот вот большой сброд. Ничего тут не поделаешь. Это результаты разбиения. Есть в нас эти части совершенно разрушительные. Гораздо больше, чем народы мира. Гораздо больше. Как раз наоборот. Они-то раскрывают... Они раскрывают стремление быть в связи с самыми большими антисемитами. И чувствуют себя там на месте. Ты можешь это видеть. Ну, видеть таких людей в разных организациях, которые против Израиля по всему миру. Организации, правительства, отдельные люди. Они находят это место. Это их пища. Быть там и насколько больше вредить. Со всем этим умом и со всеми их способностями и возможностями. Правительства Израиля должны с этим справляться. И будем надеяться, что найдут силы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok